Дорога до села Углегорского района Лесогорка и Башнякова летом, когда нет дождей в самом лучшем виде, который вообще возможен. Весной этого года ее участок превращался в болото, а после ухода воды в вязкую полосу препятствий. Грейдеры здесь появились с приездом губернатора. Дня 4-5 назад ее узнали, что приезжает губернатор, ее подделали немного. А было же невозможно. С апреля месяца мы бьемся, кому только и зам мэра, исполняющий обязанности. Крупевскому бесполезно. Как оказалось, власти шахтерского поселения на содержание дороги даже не провели конкурс. Они просто отдали ее в распоряжение местной бюджетной организации, забыв про закон. Однако к своим обязательствам там пока не спешат приступать. Глава области предложил районной прокуратуре проверить эту порочную схему. А градоначальника Крупевского предупредил, может лишиться должности. Проблем в Башняково хватает. О самых болевых точках населенного пункта Олег Кожемяков узнает от жителей. Они жалуются на отсутствие стоматолога и педиатра. Не бывает вообще здесь. Не бывает, да? А туда проблематично ездить. Далеко. Лечить каждый зуб. Это надо ездить. Это такие деньги уходят. А еще какого врачи не приезжают? Педиатра очень хочется. Даже этого нет, чтобы раз в месяц приезжал. И вот какие-то проблемы. Нужно с ребенком куда-то ехать в направлении. Это нужно ехать в Углегорск к врачу-педиатру, чтобы она там выписывала анализы. Губернатор дает поручение. Врач должен здесь работать на постоянной основе в течение двух месяцев. Впоследствии, когда количество обращений снизится, он будет приезжать на две недели ежемесячно. А для более комфортной транспортировки в райцентр больных приобретут дополнительный автомобиль скорой помощи. Жалоб также много в сфере ЖКХ и в энергетике. Все они дают понять губернатору, что необходимо пересматривать систему управления в районе. Предложен вариант единой управленческой структуры во избежание дальнейшего перекладывания ответственности с одной администрации на другую. К слову, сейчас их четыре. Три поселенческих и одна районная. На содержание аппарата ежегодно расходуется около 100 миллионов бюджетных рублей. Мы со своей стороны сейчас под объединение организуем ряд, скажем, направлений, которые профинансируем по строительству спортивных объектов, социальных объектов, по строительству дорог. Это, наверное, здесь одна из главных проблем, поэтому такая задача будет Министерству транспорта Сахалинской области поставлена. Думаю, что за 3-4 года мы их приведем в соответствии с областной дороги. Но здесь нужно работать синхронно. В районе проведут референдум, а за тем, как будут исполнены поручения губернатора, Олег Кожемяков обещал проследить лично.